Итак, уважаемые, еще есть информация для вас из журнала 1958 года Интересное название Как правильно подготовить семьи к зиме Небольшие статейки Я думаю, вам понравятся Потому что каждый человек готовит по-своему пчел к зиме И они по-своему зимуют, естественно У кого-то перезимовывают, а у кого-то пропадают Поэтому учимся на ошибках других Возможно, что нам это поможет Я думаю, и мне, и вам, и всем остальным В ряде местностей ущерб пчелам причиняет кристаллизация меда зимой Это все прекрасно знают Чтобы предупредить кристаллизацию меда Надо заготавливать кормовые запасы По возможности в сотах, отстроенных в текущем году весной В которых уже вывелось 3-4 поколения пчел То есть соты не должны быть сильно черные А серенькие, ну и, естественно, с запасами меда достаточными Не следует также оставлять в зиму мед с крестоцветных растений Подвергать медовые соты резким колебаниям температуры Ну, естественно, это имеется в виду сурепка Имеется в виду с подсолнечника Ну, дальше читаем Скармливаемый центробежный мед необходимо подвергать Предварительному прогреванию до 60 градусов с небольшим количеством воды Это тот мед, который пчеловоды не кормят Если с сахаром, то они должны центробежный мед, который выкачан на медогонках Они этот мед должны подогреть и добавить небольшое количество воды Чтобы пчелы правильно его подготовили, выпарили Для успешной зимовки при окончательной подготовке гнезд пчел на зиму Следует придерживаться основного правила Оставлять лишь такие рамки, которые заполнены печатным медом Не меньше, чем наполовину В этом случае, на каких бы рамках ни сел с осени клуб пчел Им хватит корма на период холодов А это гарантирует успех зимовки Вот такие хорошие советы нам предлагаются Дальше читаем, что здесь написано Вторым важным условием успешной зимовки является сила семьи Ну это все знают, что если слабенькая, плохо Чересчур сильная, много поедает меда И поэтому сила семьи должна быть равноценна запасам корма Чтобы человек не ошибся, когда бывает семья сильная, а корма мало И семья может погибнуть Чем больше пчел в семье, тем легче поддерживать соответствующий температурный режим клубе И тем успешнее протекает зимовка Поэтому надо содержать пчел так, чтобы на пастике никогда не было бы слабых семей Особенно с осени Для этого надо своевременно заменять старых и мало яйценосных маток Заботиться об осеннем взятке для пчел В крайнем случае применять осеннюю подкормку То есть понятно всем, о чем тут речь Семьи, которые к осени плотно занимают только 4-5 рамок Надо поместить на зиму по 2 В одном уле разделенном глухой перегородкой С двумя отдельными литками в передней стенке Взаимно обогреваясь, такие пчелы лучше зимуют Ну это значит предполагают Так, две семьи посадили вот так И два литка отдельных в передней стенке Чтобы эти через перегородку семья Тут одна семья, тут другая семья Через перегородку были Итак, друзья, читаем дальше Что предлагают дальше В местности, где имеется значительный ранний взяток И где сильные семьи с весны особенно необходимы Очень хорошие результаты дает использование сменяемых маток С этой целью маток, подлежащих замене перед взятком Не уничтожают Обратите внимание на эту тонкость А отсаживают с 3-4 рамками в виде нуклеуса Во времени легких улей За период взятка и осени в каждом таком нуклеусе При соответствующем уходе накапливается от 0,8 до 1,2 кг пчел Осенью их присоединяет к основным семям Которые значительно усиливаются Этот прием, испытанный многими пчеловодами Находится с каждым годом все больше распространения То есть, если в вашей пасеке Или на вашей пасеке Или в вашей семье Ну, случаются разные такие ситуации Что на всех пасеках есть сильные семьи Средние и слабые Зима подошла, что делать? В сильную семью не надо добавлять В среднюю можно добавить А слабые вообще нуждаются в добавке пчел То есть, если у вас есть в запасе эти нуклеусы Которые стоят 5-рамочные отдельно То их полностью нужно добавить Усилить семи, чтобы семи пошли хорошо и качественно Вот так и делают здесь такие вещи Полтора килограмма пчел От килограмма, от 800 грамм до двух килограммов То есть, до полтора килограмма пчел Вы можете добавить Плюс с маткой Матку можно посадить в клеточку Она будет запасная Если перезимует По весне она на первых порах может пригодиться А там вы можете ее заменить любым вариантом В настоящее время Научно-исследовательский институт пчеловодства рекомендует Так называемый холодный режим зимнего содержания пчел Обеспечивающий лучшие результаты Этот режим включает в себе три условия Температура, близкая к нулю, но не выше плюс 4 Уменьшение верхнего утепления Сверху потолка только соломенный мат Усиленная вентиляция, которая достигается отгибанием холстика на 15-20 мм У передней стенки уля Или созданием щелей между потолочными планками в 3-4 мм В таких сравнительно холодных условиях Пчелы образуют более плотный, компактный клуб В котором обмен веществ у пчел протекает на минимальном уровне В зиму 1957-1958 года Многие пчеловоды испытывали зимовку пчел При большой вентиляции улья И подавляющее большинство добилось хороших результатов Также в нашем журнале проводилось сообщение пчеловодов Об успешной зимовке пчел без перги Надо полагать, что пчеловодов-опытников заинтересует безперговая зимовка И они проведут опыт, чтобы решить этот важный вопрос В разных условиях нашей страны Вот такая вот информация Естественно, вы уже знаете эту информацию Отчасти, потому что вы уже много знаете И поэтому желательно взять во внимание Как правильно подготовить семьи к зиме Это весьма-весьма интересный момент Также еще немножко прочитаем нам, друзья Предупреждение раяния и получения правильных отводков или семей Получение прироста семей пчеловоды Сочетают со стройкой сотовой поддержания пчел в нероевом состоянии От каждой семьи, занимающей полное нездо Пчеловоды отбирают по одной рамке печатного расплода С пчелами и помещают их по 10 штук в новый улей Друзья, обратите внимание 10 рамок расплода с печатным расплодом И с пчелами поставить в новый улей Как вы думаете, хорошая семья? Это прекрасно готовая сразу сильная семья И эта семья будет хорошо развиваться Ее не надо добавлять, ничего Поэтому лучше на пасеке иметь одну семью сильную, чем пять слабых Они обычно не дают такого эффекта На пасеке таким образом сразу образуются несколько новых, вполне полноценных семей Как тут так и написано Взамен отобранных рамок в гнезде основных семей Ставят рамки с искусственной овощиной А после отстройки их отбор рамок и пчел повторяют Обратили внимание, что здесь написано? Опять одну рамочку с расплодом и с пчелами сделали очередную семью Таким образом пасека увеличивается сильными, полноценными семьями И при этом семья основная, от которой отбирают пчел и расплод Не идет на роение Далее читаем, что тут написано Без существенного ослабления семей пасеку пополняют новыми семьями в виде сильных отводков И попутно отстраивают соты Что препятствует проявлению в семье инстинкта роения То есть и расплод забирают, и поставляют рамочки для отстройки вощины Итак, друзья, вот такая информация поступила на сегодняшний день Весьма интересно, я ее постарался, так сказать, сократить Тут, естественно, разные постановления ЦК партии и тому подобное Я такое, конечно, не зачитываю Это уже прошло, так сказать, в историю И еще одна интересная информация, друзья От чего страдают пчелы? Часто пчелы страдают от различных болезней Вот, от отравления Ну вот, и есть еще мухи Некоторые думают, как это так муха может, что она может сделать? И вот я вам зачитаю Кандидат ветеринарных наук Бойко в то время Написал интересную тут статью в этом же журнале, 58-го года Номер 7 журнал Издавна пчеловоды Украины жаловались, что часто в разгар лета При наступлении хорошего взятка пчелы вдруг ни с того ни с сего становятся пешими И быстро гибнут То есть не могут летать, ползают Вот Это называется статья так Серьезный вредитель пчел Муха сенотаиния Вот И обратите внимание, она существует в Европе И она существует на Украине Она существует в России И поэтому надо очень внимательно относиться к этой ситуации Если вы не будете применять меры, чтобы уничтожить эту муху в вашей местности То вы ни с того ни с сего окажетесь без пчел Читаем дальше Кого только не обвиняли в летней гибели пчел Вредный дождь, ядовитую росу, злых соседей, наговоры, нектар, пыльцу растений, цветущих пору опешивания пчел Больше всего доставалось чабрецу, богородской травке, дающей много чудеснейшего по аромату меда Никто из пасечников не догадался попристальнее понаблюдать за странным поведением небольших серых С почти над целой белой головой мух Садящийся в эту пору на крыше улев Мало ли каких мух увидишь, когда пахнет медом Ну вот, с 1939 года через Украинский институт экспериментальной ветеринарии Автор этих строк начал оповещать пасечников Что не чабрец или конопля повинны в летней гибели пчел А именно это белоголовая юркая муха Которая редко попадала в сачки энтомологов То есть, которые исследуют насекомых Имеющая название Сенотаиния Трикупсис И еще в 1876 году Первый экземпляр этой мухи был прислан в Зоологический институт Российской академии наук Ярошевским из Харьковской области Эта муха не является похитительницей меда из улев Она прилетает на пасеки, чтобы откладывать тело пчел своих личинок И выводить здесь из них свое потомство То есть, она мед не может съесть, она залезть туда не может Она на пчел А как она откладывает на пчел? Послушаем дальше Война прервала изучение этого интересного и важного явления Известного под именем Мяса Пчел Возобновилось оно не сразу, а после войны Но теперь мы знаем о нем достаточно Оказалось, что в 75% случаев серьезных по размерам отходов пчел в июне и в августе Причиной является именно сенотаинный миаз В период болезни до 80% внешне здоровых работающих пчел обречены на скорую за 2-3 дня смерть Ибо носят в себе быстро растущую личинку сенотаиния При сильном размножении Мух в разгар медосбора Уменьшение численности пчел в улях доходит до того, чтобы не остается ни одной пчелы, способной собирать нектар Обратите внимание Некоторые пчеловоды думают А наши пчелы износились на меду Ничего подобного Не на меду они износились А им в разгар медосбора Это что происходит Лед пчел прекращается Наблюдалось и полное вымирание пчелиных семей Иногда приходится собирать до полукилограмма погибших или погибающих пчел возле одного улья В канавке и в углублениях набиваются кучи Большая же часть пораженных пчел умирает за пределами пасеки И ускользает от учета Трофеи охотников за сенотаиниями оказались поистине чудовищными За 1-2 дня они вылавливали до 8-10 тысяч мух То есть те люди, которые каким-то образом тут работали Они вылавливали 8-10 тысяч мух за 1-2 дня За последние годы массовый сенотаинист установлен где? На пасеках Италии, Франции, Англии, Северной и Южной Африки В Советском Союзе этот вредитель более всего распространен На Украине и в областях Воронежской и Ростовской, а также Молдавии И есть эта муха в Краснодарском крае Итак, обратите внимание, все кто смотрит это, что эта муха находится в таких местностях Сенотаиния, такой вид мухи, название, оказалась живородящей Обратите внимание, матки и самки одновременно созревают до 700 крохотных, но заметных, незаметных, но заметных глазом личинок Пример высокосовершенной специализации паразитизма представляет их дальнейшая судьба То есть личинки уже готовые, вот, и способны развиваться живые, экономно По одной с учетом будущих запасов пищи размещает самка детенышей в пчелах То есть по одной штучке она размещает на каждую пчелку Как это происходит? С начала июня и под конец сентября слетаются самки мухи на пасеки Отмечайте, с начала июня и под конец сентября почти 4 месяца Да еще на ульях с самыми сильными семьями, чтобы не искать долго жертв На крыше улья им безопасно, отсюда наиболее удобно нападать на летающих в изобилии пчел И вот муха наметила жертву и похитнически стремительно бросается вслед за вылетевшей из улья пчелой Которая не успевает отлететь от уля 3-5 метров, как бывает настигнуто Конец брюшка мухи на мгновение касается передней части тела пчелы И вслед за этим враг возвращается обратно Пчела может и не ощутить смертоносного прикосновения и продолжает полет Но она уже обречена Личинка-паразит приклеилась на связке головы и груди То есть вот на промежутке, где голова и грудь И обнажающаяся в полете То есть когда она летит, тут открывается промежуток у них Когда пчела сядет и прикроет головой связку Личинка окажется в полной безопасности и от солнца, и от ветра Не стряхнуть ее, не соскрести ножками, сколько бы пчела ни старалась, она не может Сидячие пчелы мух не интересуют Ворота инвазии для них закрыты То есть то место, куда положить личинку, для них не интересует То есть на лету они прицепляют этих личинок Немного усилий затратит личинка, чтобы проникнуть внутрь тела Пчелы твердым ротовым крючком она раздвигает волокна рыхлой связки и очутится на дольках грудной слюной железы, богатой омываемой кровью Лучшей пищи личинки не нужно Это совершается быстро, за 10-15 минут Но сколько усилий и горестных раздумий стало разогнать этот путь? Растущей личинки крови не хватает, она принимается за мышцы груди И за 2 дня выедает столько, что пчела опешивается То есть не может летать, крылочками машет А еще через 1-2 дня умирает За 3-4 дня погибает большинство искусственно зараженных пчел Ну так проводили ученые, когда заражали пчелу, они за 3-4 дня погибали Естественно пораженные умирают, надо полагать, скорее Личинка продолжает пожирать все мягкие ткани трупа То есть когда пчела даже умерла, она продолжает кушать И к 5-му дню от пчелы остается лишь хитиновая оболочка, заполненная уже созревшей личинкой Пища ей уже не нужна, требуется только безопасность и покой будущей ложной куколки Скорее отсюда в почву, да поглубже до 20 сантиметров Чтобы не угрожали перемены температуры и сухость воздуха То есть на 20 сантиметров почвы углубляется эта личинка В глубине личинка становится кирпично-красным, бочоночком, ложной куколкой Пройдет 4-5 недель покоя и взрослая муха уже начнет пробиваться наружу Раздвигая частицы почвы головой Чем легче почва, тем легче личинки в нее углубиться Итак, друзья, если у вас на пасеке уплотненная почва и в округе, то это большие возможности сохранить ваши семьи А если у вас почва очень рыхлая, то там тоже может набраться этих запасов мух Потому что пески и супеси из улюбленные места обитания синатаини Созревшие в конце лета личинки прекращают развитие Диапазируют и зимуют в почве бочоночками В начале лета следующего года из них выйдет первое поколение мух А вторая масса выходит на июль И продолжается повторный цикл Итак, друзья, обратите внимание на это И желательно вам уметь, как говорится, с ними бороться Как с ними бороться? Сейчас попробуем, тут очень короткая информация В свое время боролись Так, тут всего немножко Сенатаин Инвазиционное заболевание летных пчел Вызываемое личинками мухи сенатаин 3-куспис Паразитирующий преимущество грудной полости тела пчелы Самки мухи имеют длину 6-8 мм Пепельно-серого цвета с широкими белыми полосками на голове Обычно садятся на крыши ульев Откуда нападают на летающих пчел, которые вылетают за взятком И заражают их своими личинками Болезнь наблюдается с июня по сентябрь Гибель пчел наступает через 2-4 дня после заражения личинками При появлении заболевания пчелиных семей больных Ползающие, подпрыгивающие пчелы Их трупы посылают в ветлабораторию Для исследования и уточнения диагноза Борьба с такими мухами проводится путем уничтожения мух Пентахлорином Ну, по-русски называлось в свое время дуст ДТТ Две буквы Д и последняя Т Разведенном в крахмальном клейстере Для приготовления состава берут 1 литр горячей воды 10 граммов крахмала И 100 граммов 10% или 200 граммов 5% дуста Ну, в скобках написано Дуста Эту смесь намазывают тонким слоем на лист бумаги Толи или фанеры И раскладывают их на крышах улев Погибших и ползающих около улев пчел Собирают и сжигают Ну, так пользовались в то время Я не знаю, как сейчас пользуются То желательно поинтересоваться В настоящих пчеловодных журналах Пчеловодных магазинов Итак, друзья, это очень важно Берите во внимание Подписывайтесь Ставьте лайки И чтобы к вам У вас к осени были Сильные, полноценные семьи Которые способны были перезимовать Удачи вам! Хорошей зимовки! До встречи! Продолжение следует...